Всем привет, мои золотые! Ну что, в таком виде мы обзоры ни разу не делали. Дело в том, что у меня на телефоне села батарейка и вот только так хватает на таком низком уровне, чтобы до розетки хватило. Ну так вот, не обращайте внимания, если хотите, просто не смотрите, а просто слушайте. У меня сегодня для вас обзор на Ольгу Ралочку. Вы знаете, если бы я не смотрела ее оправдательный стрим после вот этого их новогоднего зигования, я бы ни за что не поверила, что вот эта такая, как вам сказать, очень ласковая, лисоподобная женщина способна вот так вот посылать подписчиков, как они сделали 1 января. Вместе с Сафаром, вместе с этой подружкой, которая там сидела, то есть вместе с теми, с кем они встречали Новый год и с кем как бы зиговали в то время, как играл российский гимн. Ну потому что так она сейчас мягко стелет. Но такая она сейчас вся прям белая и пушистая. Вот если не видеть вот тех видео, ни за что не поверишь, что вот эта вот такая вот, понимаете, вот она прям ну я не знаю, карамелька, вот прям вот карамелька, толстая карамелька, что она способна выдавать из себя такие, знаете, жесткие высказывания металлическим голосом, с железными интонациями, что она может быть такой, знаете, прям леди-леди, Маргарет Тэтчер. Вот. И как бы стрелять по неприятелю из каких-то пушек, либо пулеметов. Ну потому что сейчас, когда смотришь ее видео, ну еще раз говорю, ну она прям вообще вот сама патока, сам сахар, вы знаете, и я испугалась за Сафара. Потому что, когда наступит тот момент, что он от нее загуляет, уедет на вновь купленной машине, вы знаете, я думаю, что расплата будет суровой, не глядя на то, что она такая мягонькая. И сейчас, в общем, всячески за ним ухаживает Сафарчик-Сафарчик, жарит ему всяких курчик, котлетки и так далее. Но если дело дойдет, как говорится, до дела, я думаю, что она его просто напросто ночью где-нибудь придушит. Из ревности будет такая, знаете, уральская отела придушит свою Дездемону. Я вам реально это говорю. Потому что вот когда на нее смотришь, как она ведет свои видосы, как именно она отмазывала их канал от вот этого вот, как вам сказать, наезда зрителей, которые были возмущены тем, что они, в общем, прославляли Гитлера в новогоднюю ночь, именно она, она отмазывалась. Вот, он стоял как бы за кадром, с недовольным лицом. То есть он своих чувств скрывать не умеет от слова совсем. А она же вот такая вот мастерица на все руки. Она делает вот эти вот все зарисовочки. Такая вот она вся лояльная, лояльная к зрителям. И это, понимаете, как хорошо покупается. Именно вот на эту лояльность как бы все подписываются, все думают, о, вау, вы посмотрите, какая тут, короче говоря, тетка уральская. Такая прям простодыра-простодыра, вся простая-простая. Не глядя на то, что под этой вот толстой такой, как вам сказать, кожурой, ну не кожурой, я не знаю, ватой, скрывается такой, знаете, прям вот твердый человечек. И я думаю, что вот эта вот уралочка стукнет по башке этому Сафару, друзья. Вы знаете, надо не уходить с их канала, потому что, я думаю, там еще что-то будет. Но Сафару, во всяком случае, не поздоровится. Я никогда в жизни не поверю, что он будет ей хранить верность, в течение длительного времени, понимаете. И к тому же это будет, это будет еще та война, потому что они вместе ведут канал, который приносит им небольшие деньги. И я думаю, я вот сейчас стала смотреть ее постоянно, я понимаю, за счет чего растут у них просмотры. И я думаю, что канал у них продолжит расти и вырастет до такого, знаете, большого канальчика. Вот это мой прогноз. Как бы, ну, понимаете, как бы кому-то вот такое моё такое вангование не понравилось, но я так вижу. Я художник, я так вижу. Вот. И когда начнется вот эта дележка вот этого совместно нажитого имущества, короче, друзья, сочувствуем Сафару прям сразу. За это время, ну, кроме того, что я посмотрела вот эти два ее видео, одно, значит, с еврейской курицей, там суть рецепта в том, что лук жареный, значит, она жарила вместе с содой, а потом в это месиво, что получилось из этого лука, она засунула курицу. Ну, в общем, там зрители в восторге. Вот. Писали мне, вы видели. Я говорю, ну, я у нее не видела, а у Лазерсоны, у Галиной кухни, есть такие рецепты. Ну, то есть у нас есть великий кулинар на YouTube, профессионалы, на которых приятно смотреть, и можно запросто туда сходить, и все. Но я даже не сомневаюсь, что у той аудитории, которая смотрит Ольгу Уралочку, они просто не знают, что есть такие, знаете, повара, повара, за которыми учатся, вот, ну, как бы, всякие зрители, те же самые Ольги Уралочки. Вот. Они потребляют уже пережеванную информацию. То есть им из первых рук ничего не надо. Кроме того, понимаете, на кулинарных каналах все вот эти видео, они их тащат друг у друга. Ну, согласитесь, все-таки, знаете, столько народа на земле свой собственный рецепт авторский придумать тяжело. И вот они, короче, тащат вот эти вот рецепты друг у друга. Кто-то что-то вносит свое, кто-то просто передирает, дает ему громкое название. И, в общем, тот зритель, который увидел рецепт именно вот на канале какого-то блогера, говорит, о, вау, я буду готовить по-вашему рецепту. Ему даже не вдомек, что этот рецепт уже, знаете, объезжен до этого блогера, ну, не знаю, десятки раз. То же самое произошло с Уралочкой. Это рецепт, конечно, нифига не ее. Курица у них получилась, затем они, значит, достали банки с огурцами, с помидорами консервированными. Уралочка сказала, что у нас можно сожрать целую банку, полбанки двухлитровых этих помидор, но только без кожицы. А кто с кожицей ест? Кожица вообще не переваривается в помидорах. Если кто не знал, друзья, это реально так. Кожица помидорная не переваривается, то есть ее можно вообще запросто снимать, и как бы смысла ее есть нету. В смысле есть нету, как-то я так интересно выразилась. Вот, и это видео я посмотрела только сейчас, вот сегодня, потому что думаю, ну, что там обсуждать. Как бы кулинарные ее видосы, где она вчера делала салат Тбилиси, но он тоже известный, говядина и так далее. Мне не нравится ее кулинарное видео, знаете, чем? Что у нее там вот настолько все на глаз, она даже не озадачивается, что какую-то громовку надо давать. Ну, согласитесь, потому что вкус любого блюда зависит от того, сколько ты чего положишь, понимаете? Можно, допустим, щи сварить с одной картошкой и с килограммом капусты, а можно щи сварить с килограммом картошки и с 100 граммами капусты. И, соответственно, будет вкус у блюда разный. Ну, вот она все типа готовит на глаз, на глаз, но это, видимо, судя по всему, ее блюдо получается точно так же, как она шьет на глаз. Швеи те, которые профессиональные, которые ее смотрят, в общем, они уверены, и уверяют меня и всех остальных зрителей, что там тоже как бы ничего путевого нет. В общем, шьет она плохо. Как бы не смотрелось это на ее видео, я лично сама слышала, что она говорила, вот я училась на швею, ну, типа на швею моторист. Ну, нигде так особо не училась, но шить я люблю, короче, буду шить так, как люблю. И люди писали, что она не соблюдает направление нити на раскраивание деталей. Видела я этот костюмчик синий, меня же зрители отправили, которые реально вообще брюки не сидят на фигуре. Но у нее не все, конечно, такие вот отстойные эти модели, есть прям так ничего не плохие. Но в данном случае мы обсуждаем как бы ее кулинарные таланты. И когда я услышала, что она может сожрать, ну, почти банку помидор, я думаю, так, стоп. Сейчас многие актеры и актрисы, такие известные, ушивают себе желудок. И не только актеры, но и блогеры. Думаю, пойду-ка я поинтересуюсь, сколько это стоит. Друзья, вы знаете, это, между прочим, такая довольно подъемная, во всяком случае, для Уралочки сумма. Но во всяком случае у нас в Волгограде, в частных клиниках, операция эта лапароскопическая. То есть если желудок, он, знаете, вот мешок, вот здесь вход, вот здесь выход. И вот он как бы вот так провисает, вот так мешком. Короче, вот эту провисающую часть отрезают, и получается вход-выход, и он становится короче вот на эту провисающую часть. Вот как бы трубой такой становится. В этой провисающей части находятся ферменты, что ли, или я не знаю чего, но, короче, вот которые аппетит вызывают. То есть это их отрезают. И мало того, еще, короче, ты не ешь из-за того, что у тебя желудок маленький, а еще тебе есть не хочется, потому что вот это вот тебе все отрезали. И стоит это 70 тысяч, от 50 до 70 тысяч. Так что мой совет Уралочки, пока ты, короче, не начала душить сафар за измены, срочно сходи и ушей себе желудок. Во-первых, это будет польза. Во-вторых, когда это все-таки случится, и ты решишь разобраться со своим любимым сафаром, ты будешь рассчитывать только, ну, я не знаю, на руки, но не на как, на вес вот этой вот тушки. Вот. Ну, то есть ты его не задавишь просто-напросто. Вот, друзья, вот такие у меня сегодня жесточайшие пожелания для Уралочки. Но я только из благородных побуждений, потому что, сами понимаете, человеку реально надо худеть, нам как бы всем надо худеть, но, знаете, там уже, конечно, вопрос стоит ребром и давно. И вот я говорю, что, возможно, ей стоит, а может, сафарочку стоит поинтересоваться, как у них там в Екатеринбурге, или где они там живут. Не, ну, во всяком случае, близко, да? Близко там. Там же есть вот эти клиники. Пускай Уралочку свою отправят, но как начнет худеть. Вот. И тогда сафар, как говорится, останется жив, здоров и упитан. Тем более машина, как говорится, у них вот скоро купится. Так, я не знаю, что еще сказать. Кроме того, что будем наблюдать вот это. Я вам сто процентов даю, что все вот эти вот ее дальше будет. Она будет все слащавее и слащавее. Все слащавее и слащавее. Но вы держите ухо востро. Никогда не забывайте, что было на Новый год. И помните, что под этой вот сладкой маской, под этой сладкой коркой сидит, знаете, такая отвратная баба с железными, так сказать, задатками. Вот. Которая вместе с компанией, ну, получается, хоть они и говорят, мы простые люди, простые, не, не, ничуть даже не простые. Простые люди так со зрителями не разговаривают. Поэтому не забываем, как говорится, ждем продолжения. Я думаю, что нас ее вот эта вот слащавость обмануть ни в коем случае не сможет. Пишите, что вы думаете по этому поводу. По поводу того, получится ли из Сафара Дездемона. Ну и по поводу операции по ушиванию желудка. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok